МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Жанна Альпер. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Севастополе почтили память участников первой обороны города. В ретро-кинотеатре Украина Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя провел историко-патриотический фестиваль по следам русской трои. 11-й съезд пчеловодов и апитерапевтов Крыма прошел в Севастополе. Члены народного фотоклуба БРИК вернулись с летних каникул. Перерыв для севастопольских художников вышел плодотворным. Они провели конкурс на лучшую фотографию в тематике «Как я провел лето». Народный ансамбль танца «Севастополь» культурного комплекса «Корабел» приглашает в свои ряды желающих танцевать. 169 лет назад завершилась первая оборона города. 9 сентября в Севастополе вспоминали героев Крымской войны. В Свято-Никольском храме отслужили молебен, а на расположенном рядом братском кладбище воздали почести прославленным военачальникам того времени. От героев былых времен не осталось порой имен. Но это не значит, что они забыты даже спустя 169 лет. История первой обороны Севастополя и сегодня способна быть примером мужества и стойкости. Героическая оборона Севастополя стала центральным событием Крымской войны. И хотя русским войскам пришлось оставить город под натиском противника, Англии, Франции и Турции так и не удалось добиться их окончательной капитуляции. А в отечественную историю навсегда вписаны имена прославленных адмиралов Нахимова, Корнилова, Истомина, генералов Татлябина и Хрулёва, матроса Кошки, медсестры Даши Севастопольской. То, что мы приходим каждый год на это святое место, это не только дань памяти защитникам Севастополя, это святая обязанность. Потому что мы помним, а значит живёт город-герой, а значит живёт традиция нашего Отечества. Никогда не забывай тех, кто отдал жизнь за Родину. 9 сентября исполнилось 170 лет с момента появления на северной стороне братского кладбища защитников города. Точное количество погибших в первую оборону Севастополя неизвестно до сих пор. По приблизительным данным, общие потери в ходе Крымской войны составили свыше 300 тысяч человек, из которых 120 тысяч – русские солдаты и офицеры. В Севастополе ежегодно это мероприятие проводится на крупнейшем из воинских русских некрополей периода Крымской войны на братском кладбище. В истории данное кладбище сохранилось в памяти как стотысячное. Однако, по оценкам современных исследователей, реальное количество захороненных здесь в период обороны Севастополя примерно от 25 до 50 тысяч человек. Во время осады на город обрушилось более 1 миллиона 300 тысяч артиллерийских снарядов, а очистка бухты от затопленных кораблей заняла более 10 лет. Благодаря подвигу русских солдат и офицеров Севастополь стали называть «русской троей». Денис Тишин, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. Михаил Развожаев наградил сотрудников городской больницы номер 4, которые оказывали помощь раненым 23 июня на пляже Учкуевка. Тогда, напомним, Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. В тот день погибли 4 человека. Более 150 пострадали. На помощь раненым мобилизовалась вся городская медицина. Был тяжелый день для всех. И для тех, кто оказался на месте событий, и для тех, кто оказывал помощь непосредственно в стенах больницы, для тех, кто доставлял пациентов. Это было сложно, тяжело. Но все старались делать все, что могли. И была видна эта самоотдача у людей, как и прохожие, которые старались помочь. Так и весь медицинский персонал, который и был непосредственно на тот момент в стенах больницы. Также и все, кто жил, работал рядом, все прибежали. Первыми пострадавших принял персонал 4-й городской больницы. А все медработники буквально за полчаса приехали в учреждение для оказания помощи. На тот момент мы страха не чувствовали, нам надо было оказывать помощь пострадавшим. Потом, естественно, обсуждали, обсуждали какие-то недочеты, провели учения, отработали все. Я думаю, наша больница справилась на 5, твердую 5. Это люди, которые несколько часов не останавливаясь, работали, чтобы оказать помощь всем раненым, пострадавшим. Я многих просто лично помню в этот день, потому что в течение часа туда приехал и находился в больнице. И очень хотелось им сказать спасибо за этот их, не побоюсь этого слова, подвиг. Но, собственно, я это сделал. Губернатор вручил награды сотрудникам больницы, после чего провел с ними беседу, в которой затронули вопросы о капремонте зданий медучреждения и строительстве нового корпуса. Нужно строить полноценный корпус стационарный для четвертой больницы. Земельный участок есть. Вопрос теперь грамотного медико-технического задания, быстрого проектирования и выделения дополнительных средств к тем, которые на сегодняшний день есть в государственной программе. И я буду этим вопросом лично заниматься, потому что вообще, конечно, на северной стороне современная комфортабельная больница, стационарная нужна. А та территория, которая сегодня, где располагается собственно больница, она должна стать вот таким полноценным амбулаторным звеном первичной помощи. 6 сентября в Севастополе состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 200-летию со дня рождения писателя, историка, археолога и этнографа Петра Владимировича Алабина. В ней приняли участие губернатор Михаил Развожаев и директор почты Крыма Елена Принь. По видеоконференц-связи к церемонии присоединились заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, полномочный посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова, главы Кирова, Подольска и Самары. Событие состоялось в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» по инициативе депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Бесспорно, это выдающийся гражданин своего отечества, патриот, воин, потому что, будучи человеком гражданским, он лично попросился на военную службу и, став военным, принял участие в Крымской войне, принял участие в первой героической обороне Севастополя, участвовал лично в кровопролитном инкерманском сражении, проявил мужество и героизм, был произведен в очередное воинское звание, получил несколько орденов и медалей. По окончании Крымской войны, благодаря стараниям Петра Владимировича Алабина, в нашем городе появился музей Севастопольской обороны, который сегодня известен как музей Черноморского флота. А его рукопись, походные записки, найденные в 1966 году, является ценнейшим экспонатом морской библиотеки. Сегодня очень важно нам всем иметь какие-то яркие исторические ориентиры людей, которые верны своему Отечеству, которые одинаково стараются и одинаково эффективны на военной, на гражданской службе, которые всегда стоят за русский мир, за свое Отечество, за свою веру. Я хочу сказать, что вот та марка, которая сделана, она действительно замечательная, она позволит память об этом событии не ограничить нашим сегодняшним замечательным мероприятием, нашей конференцией, но и действительно эта марка будет посетить многие города и страны и заставит людей задуматься о судьбе этого великого соотечественника. Номинал почтовой марки, выпущенный в честь 200-летия со дня рождения выдающегося общественного и государственного деятеля, составил 50 рублей. На ней изображен парадный портрет Петра Владимировича Алабина на фоне панорам Самары и Софии, почетным гражданином которых он был. Всего выпущено 90 тысяч экземпляров юбилейной марки. В ретро-кинотеатре Украина музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя провел историко-патриотический фестиваль по следам русской трои. В течение двух дней жители и гости Севастополя имели возможность принять участие в мастер-классах, посетить уникальные выставки, спектакли, концерты и экскурсии. Фестиваль «Русская троя», посвященный героической обороне Севастополя в дни Крымской войны, начиная с 2017 года, проходил в нашем городе с огромным размахом. На этот раз из-за действующих мер безопасности организаторы решили провести его в камерной обстановке, дав мероприятию название «По следам русской трои». Между тем, комплекс событий, который развернулся в стенах ретро-кинотеатра Украина, вопреки ограниченности пространства, как и прежде, имел поистине фестивальный масштаб. Возле входа в кинотеатр гостей встречали сотрудники музея героической обороны и освобождения Севастополя и городские реконструкторы, старавшиеся достоверно воссоздать уличную атмосферу тех времен. Стремимся подарить людям праздник истории и культуры. Мы в костюмах середины и в образах горожан середины 19 века, реконструкторы в образе солдат, русская армия, а также вражеской, встречают наших посетителей в кинотеатре для того, чтобы оживить одну из красочных и очень героических историй, страниц истории нашего города. Внутри кинотеатра каждый от мала до велика мог найти занятие по душе. Например, освоить премудрости каллиграфии и живописи, поучаствовать в квесте по страницам истории Крымской войны, посетить выставки, посвященные военной медицине и чеканке монет. Среди множества интерактивных площадок – палатка бывалого солдата, кроме всего прочего, рассказывающий о том, что участник обороны Севастополя носил в своем ранце. Среди уникальных на сегодняшний день предметов – так называемая пуговичная дощечка. Вы знаете, что были времена, когда пуговицы не были анодированными, и металл темнел, надо было его чистить на парад или на смотр командира, нельзя было предстать нечищенных пуговиц. Но вы же не будете каждый раз их отрезать и начищать. Поэтому существовала пуговичная дощечка, куда пуговицы вставлялись, продвигались по каналу и уже при помощи специальной щетки чистились. Фонды Музея обороны хранят немало удивительных предметов времен Крымской войны, в их числе образцы оружия той эпохи. Каким образом усилиями полковых команд русской армии готовились боевые патроны для солдат, интересующимся поведал музейный реставратор экспонатов из металла Владимир Петрович Черкашин. «Нарезалась бумага определенными размерами, навальником она накатывалась, изготавливалась бумажная гильза, затем стаканчиком с донышком, чтобы не высыпался порох, высыпался порох мерным стаканчиком, заклеивалась, залаживалась пуля, приклеивалось это все, и патрон был готов». Кроме познавательных рассказов о героическом времени, мастер-классов и выставочных экспозиций, многочисленных гостей историко-патриотического фестиваля «По следам русской Трои» ожидали концертные программы с участием творческих коллективов культурного комплекса «Корабел» и солистов Крымской государственной филармонии, спектакль Севастопольского театра юного зрителя и демонстрация архивных кинофильмов. Максим Давыдов, Александр Устич, Севенформбюро. 7 сентября в Любимовке состоялся 11-й съезд пчеловодов. Десятки предпринимателей, занимающихся разведением пчел и добычей натурального меда, обсуждали вопросы развития и популяризации своей сферы деятельности. Кроме того, на конференции говорили о пользе сладкого природного лекарства и апитерапии в лечении различных заболеваний. Встреча прошла при поддержке Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка правительства Севастополя. Организатором выступила автономная некоммерческая организация «Севастопольский центр сельхозкомпетенции». Мед – особый дар природы человеку, ведь он не только вкусный, но и крайне полезный. Продукты жизнедеятельности пчел помогают укрепить иммунитет, да и сами маленькие жужжащие труженики могут значительно улучшить здоровье человека. На укусах пчел и вибрациях, которые они издают в полете, основана ветвь альтернативной медицины – апитерапия. Методики пчелолечения применяют при неврологических нарушениях, болезнях дыхательных путей и многих других заболеваниях. Все это обсуждали на 11-м съезде пчеловодов Крыма и Севастополя. Апитерапия – это целая наука, которая помогает в восстановлении и лечении людей практически в очень многих отраслях. И, конечно, повышение уровня знаний пчеловодов и апитерапевтов позволяет лучше использовать эти знания и, конечно, помогать людям. У нас есть апитерапия – это пчелоужаливание, у нас есть пчелопродукты, которые мы используем, есть сон на ульях, который тоже хорошо работает. Мы вот эти все методы пытаемся внедрить так, чтобы действительно людям они были доступны и с максимальным каким-то возможным эффектом. О своем личном опыте в применении апитерапии рассказала пчеловод Людмила Церентьева. Она вместе с мужем открыла кочевую пасеку в 1989 году. Сейчас у супруга в порядке двух десятков пчелиных семей, которые производят целебный крымский мед. Пчеловодством заняться решили из-за того, что у мужа он служил, служба была тяжелая, у него открылась язва желудка и нужно было, в общем, лечить эту язву. Ну и мне посоветовали, что очень хорошо, значит, мед там затягивает эти язвочки и все. Мы делали разные составы для желудка. Вот. И нужно было чисто натуральный мед. Конечно, помог. Конечно, помог. Вот. И не только мед. Вообще все пчелопродукты, они очень полезные. Восковая моль, значит, прополюс, подмор, перга. Ну, в общем, все, что есть у пчел, все буквально полезно. В Крыму есть прекрасные растения, которых нет в других, вообще-то, местах. Так что мед наш очень полезный, крымский, лечебный. На конференции медовые бизнесмены и апитерапевты не только делились друг с другом ценной информацией, но и обсуждали варианты решений возникающих проблем. К примеру, тех, у кого на пасеке сейчас живут и трудятся всего пара пчелиных семей, интересовали варианты расширения популяции полезных насекомых за счет грантовой поддержки. Но общей задачей всего общества пчеловодов стало привлечения молодежи к разведению пчел. Да, хотелось бы привлечения в эту отрасль молодых людей, которые желали бы и хотели бы заниматься. Для этого у нас имеются такие направления, как агро-стартап. Это субсидия, грант, которая предоставляется на развитие крестьянского фермерского хозяйства, на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства. Ее размер составляет порядка 4 миллионов рублей. Такая сумма позволяет достаточно комфортно, скажем так, стартовать в сфере сельского хозяйства, включая пчеловодство. Участникам конференции напомнили и о других региональных мерах поддержки. Так в Севастополе можно получить возмещение понесенных затрат на приобретение необходимого оборудования для пасеки. Также на съезде лучшим пчеловодам города вручили благодарственные письма от Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка правительства Севастополя. Народный фотоклуб «Брик» возобновил свою работу после летних каникул. Севастопольские фотографы собрались вечером в пятницу 6 сентября и представили свои работы по теме «Как я провел лето». Для членов фотоклуба время перерыва стало еще одной порой для творчества. За лучшие фотографии они получили награды. Небольшое помещение, уютная атмосфера и, что самое главное, коллектив. Члены народного фотоклуба «Брик» собираются каждую пятницу в 6 часов вечера и делятся своими работами с другими любителями фотомастерства. В первую пятницу сентября, как и любого другого месяца, в клубе прошел конкурс на лучшие фотографии. В этот раз выбирали победителей по теме «Как я провел лето». Вместо сочинений – более 40 самых разных снимков о том, как прошла летняя пора. Также фотографы поговорили о планах на 2025 год. Принято ездить на пленэры несколько раз в год. Если раньше мы выезжали на пленэры и семинары по Крыму, то несколько лет назад эта традиция была расширена, и фотоклуб своей частью выезжает куда-нибудь за пределы Крыма и даже страны. На ближайшие 9 месяцев, то есть вот начиная с осени и заканчивая окончанием весны, у нас запланировано по меньшей мере две поездки. Одна из них будет в Малую Азию. Это территория Турции по оставшемуся и дошедшему до наших дней античному наследию Древней Греции. И планируется в январе поездка в Грузию. В Грузии любители фотодела посетят места, в которых проходил Великий Шелковый путь. Любовь к прошлому выражается и в поездках по древним городам. Один из членов клуба, директор Севастопольской детской художественной школы Александр Бурцев, представил своим коллегам фотографии из поездки в Анталию. Надеюсь, что античные города, как проект, вообще-то будет продолжаться. Первая моя мечта о том, что бы я хотел увидеть за границей, это, конечно, Греция. Но не судьба попасть в Грецию, попали в Анталию. Но Анталия и вообще вот побережье, Средиземноморское побережье Средиземного моря настолько богаты городами античными, что, наверное, все не удастся посмотреть, даже здесь. По его словам, античность наталкивает на размышления и сегодня. Современные художники, фотографы, музыканты и писатели часто обращаются к шедеврам прошлого, чтобы вдохновиться ими для будущих творений. Античность, как таковая, она дала столько вершин в культуре, прежде всего, что до сих пор и художники, и музыканты, и писатели продолжают, можно сказать, рефлексировать на античные темы. Потому что, ну, если брать только философию античную, ну, собственно, это, можно сказать, такая колыбель философии мировой. И это действительно гигантский пласт культуры, который будет еще, ну, вообще постичь даже, наверное, жизни мало. В общем-то, что все, ну, хотя бы прикоснуться к этому наследию – это уже радость. Ну, а в конкурсе фотографий «Как я провел лето» победили три работы. Первое место заняла работа Алексея Бурнасова «Увечного огня». Второе и третье места достались Виктору Соколову. С фотографиями «Свобода» и «Пристань». Мария Легина, Денис Александрович, Севенфорумбюро. Народный ансамбль танца «Севастополь» культурного комплекса «Корабел» приглашает свои ряды желающих танцевать. Самодеятельный коллектив, недавно отметивший 70-летний юбилей, является старейшим хореографическим ансамблем нашего города, занесенным в Книгу рекордов России. История ансамбля «Севастополь» берет начало в 1953 году. Он появился на свет на базе Севастопольского морского завода имени Сергуар Джаникидзе усилиями хореографа Петра Кузьмина. За годы своего существования коллектив добился большого успеха, получил множество наград на хореографических конкурсах и фестивалях. Основа его творчества – народные и патриотические танцы. «Наш репертуар очень насыщен. И начиная от всем полюбившейся яблочко, севастопольский вальс, также и танцы народов мира. Ну и обязательно наш очень любимый, наш заветный камень – это история наша, это история нашего города». Танцоры собираются на тренировки в недавно отремонтированном репетиционном зале культурного комплекса «Корабел» по вечерам после основной работы. Большинство из них не изменяют своему главному увлечению в течение многих лет. Молодежь признается, что занятие танцами и возможность выходить на сцену, представляя свое творчество зрителям, открывают множество удивительных возможностей. «Случайным образом попал на их концерт. Мне очень сильно понравилось. Мне это прямо зажгло, потому что различные возрастные группы и молодежь, и люди уже более старшего поколения, и то, эти эмоции, как они заводят толпу зрителей. Очень понравилось. Подошел, поинтересовался, как попасть. Все очень нравится. Вот хожу замечательно. И для здоровья полезный, и станок, разминка. И поэтому всем советую. Нужны и мальчики, и девочки». Пробовать свои силы могут желающие в возрасте от 18 лет и старше, имеющие хореографическую подготовку. «Раз, два, назад. Раз, два, и. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь». Хореографическая подготовка может быть любого уровня. Но самое главное – это обязательные базовые данные, это слышать музыку, ритм, ну и хотя бы представление иметь, что такое народный танец. Занятия Народного ансамбля танца «Севастополь» проходят по вторникам, четвергам и воскресеньям в культурном комплексе «Корабел» на улице Рабочей-2. Максим Давыдов, Юрий Реутин, Севинформбюро. И о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 10 сентября, в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 27-29 градусов по Цельсию. А теперь к самым хорошим новостям. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 11 детей. Два мальчика и девять девочек. Среди них – одна двойня. На сегодня это все. Телефоны редакции 59-0060, а также мобильные – плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!